Полет начался, и так ловим на удачу. Нет, дальше, дальше, около папки стоять, около мамы. Собираем, собираем, как можно больше самолетиков. Каждый самолетик, который удалось поймать, это возможность загадать желание. А чем еще заниматься на празднике? Детсадовцы и школьники, мамы, папы, бабушки и дедушки пришли к бассейну «Заречный», чтобы вместе принять участие в торжествах в рамках 10-го юбилейного конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Соревнования благоустроителей проводятся при поддержке госкорпорации «Росатом». В этом году формат праздников снова будет изменен. Решили, скажем так, уйти из микрорайонов и войти все-таки во дворы. Поэтому в этом году будет больше 20 праздников, и мы постараемся максимально подойти к жителям и зайти в максимальное количество дворов. В этом году за победу борются жители 132 многоквартирных домов. Это рекорд конкурса. Такого большого количества заявок еще не было. Организаторы решили устроить больше праздников двора, чтобы поблагодарить как можно больше активных и неравнодушных зареченцев. Мы проводим праздник в самом молодом микрорайоне, в самых молодых дворах нашего города. И что очень отрадно, что неважно, где живут наши люди, в старых домах, в новых домах, они все хотят заниматься благоустройством своих домов. Они хотят, чтобы они жили в прекрасных, красивых дворах. На празднике двора самым активным участникам конкурса вручили поздравительные адреса главы города и благодарственные письма производственного объединения «Старт». После официальной части торжества праздник продолжился на различных площадках. Жители самого молодого микрорайона Заречного могли погрузиться в историю родного города, увидеть, как он строился, познакомиться с его легендами. Например, узнать, кто такой лосенок Федя. «Солдаты шли по периметру и увидели лосенка, который запутался в проволоке. Рядом стояла лосиха мама. Но она увидела, что солдат убежала. И когда солдаты выпутали лосенка, то он с ними и остался. Столовался он возле солдатской столовой. Ему сделали навес, но он спал под открытым небом. Он был очень ручным, он бегал за людьми, любил в заводу ходить, там клянчил конфеты». Вернувшись из прошлого, можно было с головой окунуться в настоящее нашего города. На импровизированной сцене свое творчество горожанам дарили коллективы Дворца культуры «Современник». У юных артистов начались летние гастроли. «У нас два номера из Сюзанна. И нарисуй, нарисуй про то, чтобы все радовались и чтобы был мир красочный». «Вообще мне немножко страшновато, но я пою, потому что не просто что надо, но чтобы быть артистом, чтобы зрители радовались и аплодировались». Такие праздники будут проходить в нашем городе два раза в неделю. Кроме этого, участники конкурса сами могут стать организаторами событий в своих дворах. За это жюри начислит им дополнительные баллы. Комиссия будет выставлять оценки по итогам трех этапов состязаний – зимнего, весеннего и летнего. Результаты конкурса «Мой дом, мой двор» станут известны в сентябре. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Телерадио, компания «Заречный».